Я говорю, есть часть областей. Это человек-природа. Это у нас известный биологик, природный, декоративщик, зоологи, биологи, экологи. Человек-человек. Это люди, которые нацелены на общение и на решение индивидуальных проблем. То есть это и психологи, и врачи, и учителя, и юристы. То есть те, кто непосредственно работает с человеком. Человек-социум – это люди, которые больше предпочитают организовывать процесс. Это управленцы, лидеры, так называемые. Когда им нравится общение с большим количеством людей, им умение ставить задачи большому количеству людей. Человек-тело – это те, кто соединен со своим двигателем, искусством, балансами. Это и танцовый, и гимнасты, и тех, кто работает в цирке, и фигнестрейнеры. Анатез – все, кто непосредственно связан с телом. Ну, в общем-то, туда же относятся массажисты. То есть те, кто именно любят косметологи, визажисты. Нет, визажист – это человек-образ. Да, то есть, опять-таки, это человек-образ. Это те, кто именно визуально видит образ. Хотя там же и писатели, и сценаристы, и визажисты, и повара. Да, да, тоже как образ. Ну, и те, кто создают дизайнеры, и визажисты, в общем-то, все, что огромное. Да, и художники. Человек-техника – как раз это и программисты, и… Нет, это не программисты, это как раз те, кто связан с керпотой. Да, то есть те, кто нравится… Системные администраторы. Да, да, системные администраторы. Компьютерщики, любые машины, которые создают, ну, это все, это огромное. Робототехнику, да. И седьмой человек – знаковая система. Сюда относятся как раз те, кто создают ученые, да, финансисты, программисты. То есть те, которые создают системные, да, в других областях. На бухгалке. Да, сюда же, да. И поэтому, в принципе, мы, по крайней мере, видим, в каком направлении двигается наш ребенок, да, чем ему нравится заниматься. И он про это говорит, да. То есть если ему нравится рисовать, то, в общем, как раз вот здесь Габриэль… Артема Буланова, да, Маринок. Мне понравилась его история. Однажды его родители вызвали в школу, потому что они разрисовали парты. И родители, из-за того, чтобы ругать его, они посмотрели и сказали, это правда ты нарисовал? Это я. И они тут же отдали его в художественную школу. Да. И это увидеть за тем, что делает ребенок, его талант. Ну и, соответственно, направлять его туда, поддерживать. И самое важное, что, мне кажется, для родителей все равно говорить, что вот, если у нас русская пословица, без труда, не вытащишь же руку без труда. Чтобы понимать, что от таланта до мастерства нужно пройти тут. И в этом отношении, ну, мне близка концепция, что гениальность – это как раз проявленный талант. Да, что таланты даны всем, но чтобы стать гениальным, надо в этом трудиться. Надо привести усилия. И вот это все равно скажем, что да, ты делаешь это в удовольствии, но ты должен это развивать. Да, ты должен этому уделять внимание. Иначе это останется на уровне. И еще тоже важно, ну, я опять же не знаю, насколько это важно для родителей, но мне кажется, важно, что... А чем отличается талант от хобби? Да, вот. Да, хобби – это то, что нам нравится делать, но у нас не получается. Люди нам за это денег не будут платить. Ну, например, нам не нравится, что пили, но я могу пить только на занятиях по бокалу. Потому что если я выта, то у меня нет ни слуха, ни голоса. Да, я не думаю, что кто-то готов был на это платить деньги и слушать это. А талант – это настолько гармонично и естественно, что люди готовы это покупать, готовы за это платить. И вот это очень важный такой аспект, очень важное отличие. То есть понимать, что если мы поддерживаем талант, мы даем ребенку вот такую правую путевку в жизни. Ну, ребенок у меня очень любит делать какие-то отдельные вещи. Сейчас я делаю украшения, я думаю, что это как-то украшает. И получается, что это образ? Да, человек образ, да. Ну, и здесь очень важно от родителей, опять же, максимально поддерживать ребенка, создавать этот раз. Спасибо.